привет друзья вы на канале торрес видео с вами валерий орлов пришла посылка сегодня из англии альбом который я давно искал в оригинальном издании в первом издании альбом группы манфреда мэна solar fire сейчас мы посмотрим в каком состоянии он пришел но должен быть по тому как продавец поставил description свой должен быть в отличном коллекционном состоянии такие английские мейлеры они достаточно прочные так сейчас и перчатки пока сниму достанем альбом посмотрим что здесь внутри так вкладка отдельно это очень хорошо красавец этот такой уплотненный уплотненная бумага очень очень такая внушительная но английской английской так ставим сюда пока но и сам сама обложка сама обложка сейчас можно уже одеть перчатки значит это альбом вышел в семьдесят третьем году по моему в ноябре месяце это первый альбом на бронзе на бронз рекорд вот manufacture and distributed by island records limited но состояние идеальное здесь вот этот дизайн такой матовый картон он очень восприимчив если вы кладете на полку не предохраняете эти вещи в пластиковых конвертах то потом здесь возникают вот эти следы по по формату пластинки и она уже естественно теряет свою ценность коллекционеры стараются этих вещей избегать поэтому в любом виде в любом варианте нужно предохранять обложки так но сама пластинка сам диск это фирменная бронза 73 года значит и лпс биван ю это вторая сторона первая сторона мат мэтрикс нам бар айту вот ну так первые первый взгляд значит на первый взгляд пластинка практически в идеальном состоянии здесь есть небольшой маркс на то я думаю просто поверхностный такой здесь он естественно слушаться не будет вокруг центра практически никаких нет следов то есть все абсолютно чисто пластинка видимо слушалась скажем так несколько раз было на вертушке сейчас я немножко наеду камерой вам покажу поближе вот главное чтобы она была ровная и чтобы центр не был смещен потому что к сожалению очень неприятный эффект который не исправишь уже так но перед тем как поставить диск на проигрыватель конечно надо его промыть независимо в каком он идеальном состоянии но даже новые пластинки рекомендуется все равно ставить на клининный шин потому что всегда даже после фабричного пресса всегда остаются какие-то частички которые лучше потом снять при мойке на хорошей машине чтобы избежать опции когда они попадают на вашу иглу я использую раствор 50 на 50 изопропиловый спирт и дистиллированная вода в принципе моет очень хорошо никаких нет нареканий и машина на которой я мою это vpi достаточно дорогая машина но раз вы уже занимаетесь этим делом то конечно стоит один раз потратиться и иметь хороший аппарат дома так первая сторона готова осторожно переходим на вторую сторону очень важно когда вы моете пластинку чтобы у вас ваш раствор не попадал за вот эту зону то есть чтобы не намочить лейбл потому что спирт с водой может повредить бумагу ну и сами понимаете что потом эта пластинка уже будет стоить то есть если вы в принципе не будете выходить за вот эту dead box area то ничего с вашей с вашим лейблом не случится он останется сухой я использую где-то 567 оборотов для того чтобы пройти щеточкой всю сторону эта процедура позволяет очень хорошо вымывать канавки но и потом вакуумным насосом это все дело собираем все диск готов можно его ставить на вертушку естественно такие пластинки как solar fire где есть тихие места надо начинать прослушивание с этих мест то есть в данном случае это прямо первый трек на первой стороне а 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 ним а а а ар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кулечки Это лучший вариант, когда пластинка сохраняется Естественно сам диск нужно хранить отдельно от обложки Где-то вот сзади вот так Это вот так сзади, это самый лучший вариант Любой коллекционер вам это сможет подтвердить Все, пластинка в таком вот виде идет на полку Ну а сейчас почему-то захотелось послушать Симфоническую сииту Холста Ну в общем-то Которая послужила, наверное Вдохновила ребят к написанию альбома Solar Fire В частности Юпитер the bringer of joyity Вот эта вещь, которая была обработана Манфредом И называлась Joybringer Сейчас послушаем эту сииту Спасибо всем за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok